Всем привет! Речь пойдет о сингониумах. Уверена, что это удивительные комнатные растения. И не только потому, что имеют большое разнообразие сортов и удивительной красоты листья. Сингониумы легко черенкуются и отлично размножаются. Любой черенок с небольшим воздушным корешком очень быстро в обычной воде. Без каких-либо укоренителей наращивает отличные корни. Вытянутое растение в один ствол выглядит малопривлекательным. Но всегда есть возможность сформировать красивый и пышный кустик. Укорененный черенок подсажу к материнскому растению, а заодно и подниму все корни из воды в горшочек. Получился красивый и аккуратненький кустик. Посажен в безземельный субстрат и на фитильный полив. Ну как можно не влюбиться в это разнообразие листьев? Каждый листик – это шедевр. Форма и размер листьев сингониумов очень разнообразны. Могут быть сердцевидной и копьевидной или стреловидной формы с разнообразной окраской, от зеленого до почти белого цвета. Действительно удивительные комнатные растения. Очень быстро наращивают листовую массу. А еще быстрее наращивают свои корешки. Корни сингониумов прорастают сквозь отверстия горшков, чувствуют воду и активно продолжают свой рост. В воде корни не гниют. Сингониумов является свободный доступ к воде. Никаких просушек и переувлажнений. Потому что все это сразу отразится на листьях сингониумов. Предоставляя сингониумам доступ к воде мы даем им возможность самостоятельно и регулярно снабжать себя влагой. Периодически обрезая и подсаживая черенки, формируем пышные кустики. Безземельный субстрат обеспечивает сингониумы хорошей воздухопроницаемостью. А посадка на фитиль решает все вопросы с поливом растений. Главное правильно запустить фитиль в работу. Сингониумы отлично растут в комнатных условиях. Не занимают много места и можно позволить себе иметь ни одно растение этого вида. Мне кажется, что я собрала все самые красивые сорта сингониумов. За лето они отлично подросли на свежем воздухе. И сейчас уже можно пересадить их в постоянные горшки и разместить на зимовку на стеллаж под искусственное освещение. Уникальность этих комнатных растений еще и в том, что не нужно создавать никаких дополнительных условий содержания. Сингониумы отлично будут расти при обычной комнатной температуре. Единственное, чтобы были красивые и яркие листья, то организовать дополнительную досветку было бы неплохо. И нужно учитывать, что у сингониума довольно большая корневая система. Такие корни сингониум наращивает приблизительно за 4-5 недель. Корни тонкие, но не хрупкие и абсолютно здоровые. Корни сингониумов образуются ниже каждого узла стебля. Этими корнями растения цепляются за опору. Если опора покрыта кокосовым волокном или мхом, то корни цепляются довольно прочно. Я обрезаю стебли и формирую кустики. Пока что я не использовала никаких удобрений, но весной планирую добавить комплексное удобрение в воду в нижнее кашпо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все растения пересажены и готовы к зимовке. За очень короткий период из маленьких черенков выросли красивые и удивительные комнатные растения. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok